Поехали, все прекрасно. Вы не представили сначала Наталья Слава? Я мог сама представить. Давай, Наталья. Славева Наталья Викторовна, председатель управления ТСЖ Развелка 44. Поселок Развелка Ленинский район. Очень приятно, да. Активные жители. Видно вам. После выхода эфира в канале 360 сразу люди захотели с тобой пообщаться. Вообще очень странно, что они узнали, что есть ТСЖ 44 с такими условиями, какие вы создали. Поскольку она существует больше 5 лет. Больше 5 лет я скажу. Мы зарегистрировали в 2008 году в феврале. То есть вот сейчас нам уже исполнилось 11 лет. На самом деле это я бросила в чат это видео, потому что нашла его в другом чате нашего города Видное. Мы вообще даже не знали, что это вы. Я просто сбросила, потому что там было образцовое содержание дома. И потом уже нам Владимир сказал, что это развелка, это наше. Я удивилась, что это наше. Я нашла его в чате. Да, да. Расскажите, как вообще все начиналось. Потому что сами знаете, у нас сейчас в ЖКХ проблемы. Пытаемся вести порядок в наших домах. И это дается нам с большим трудом. И многие жители задумываются, что лучше. УК или ТСЖ. То есть люди устали от обмана и хотят, чтобы был порядок на доме. И хотят, чтобы деньги были четко расписаны по тарифам, по структуре тарифов. А не списывались вот там, как до прибыли УК. Ну, смотрите. У нас изначально дом долгострой был. Он ведомственный, но строили его начиная с 95-го года. И сдали в первую очередь первые четыре подъезда в 2003-м, а вторые в 2004-м. В 2004-м и в 2006-м году большая часть людей получили квартиры, начали делать ремонт. И, в принципе, ну, привело это к тому, что дом был в удручающем состоянии после пяти лет управления МУПУ КЖКХ, той же управляющей компанией. Хотя тогда она была в более нормальном состоянии, чем сейчас. Ну да. Сейчас, конечно, там все очень плачевно в финансовом плане, ну и в имущественном тоже во всех. И в тот момент нас не устраивало. У нас домного стройка был, фактически, да, пять лет ему было. Уже состояние было такое, как будто бы дома лет десять. Потому что управляющая компания его взяла на обслуживание, ну, фактически так, навязали этот долгострой. Проблем было много, никто не собирался вкладывать деньги, что-то там восстанавливать. И еще с каждым годом вот такой вот эксплуатации никакой до приходило вообще ветхое состояние. То есть у нас просто были отбиты ступеньки все, то есть у нас не было плитки. У нас подвал всегда был затоплен все пять лет. То есть у МУПУ КЖКХ сантехника работает как? Есть ли засор или, ну, скорее всего, сейчас это так же происходит. Слив воды идет в подвал сразу. Ну, плюс у нас еще грунтовые воды. И все это стоит. В результате грибок образуется. Там всякие насекомые, запах неприятный. Ну, в подвалы мы же, как правило, не ходим. Мы же этого тогда не знали еще. У нас неприятные моменты случились именно в подъездах. У нас двери были выбиты. У нас заселились бомжи. Вот. И люди тоже, конечно, вели себя не очень правильно, потому что весь свой строительный мусор, они, ну, не было организовано ничего. Делали ремонты и строительный мусор выкидывали прямо около подъезда. Начали образовываться горы мусора. Туда же кидался бытовой мусор рабочими и теми же жителями. Появились крысы прямо в подъезде на придомовой территории. Ну, пришлось им нравиться. А контейнерные площадки не были организованы? Контейнерные площадки разве были? Они были, но только управляющая компания следила и мусор не вывозила. Поэтому мы сами организовались, собрали собрание, ну, такое как бы нелегитимное для начала, да, пообщаться. Какой год? Это 2007 год был. И первый вопрос был, давайте мы скинемся деньгами, поставим нормальные металлические двери и вывезем мусор, который лежит около подъезда. Кто-то сказал, давайте поменяем форму управления, давайте создадим ТСЖ. Ну, и вот как-то начали читать, разбираться. Фактически с тех времен вот я и главный бухгалтер, это вот те, кто стояли у истоков создания этого товарищества. Были на первом этапе еще помощники, но они потихонечку как-то отошли в сторону. Вот. И стали заниматься. Ну, раньше, честно говоря, жилищный кодекс было проще прочитать, не было такой нормативно-правовой базы, которая, вот сейчас законы меняют-меняют, уже получается законодательство противоречит друг другу, то есть одна норма противоречит другой. И плюс это стало все настолько объемно и сложно, что человеку иногда сложно разобраться вообще. Вот. И тогда это было проще. И тогда председатель мог себе позволить работать на основном месте работы, и здесь мы на общественных началах абсолютно бесплатно просто создавали это товарищество, обслуживали дом. Потом была финансовая возможность свои деньги вкладывать в это. В принципе, вот сейчас, потом нет. Потом в году десятом у нас возникли проблемы с администрацией, пошли судебные разбирательства. А по поводу? Мы выкачали всю воду из подвалов, мы провели дезинфекцию, вытравили весь грибок. Сантехник, который тоже не понимал, что нельзя сбрасывать воду, был проинструктирован мной строго-настрого, что никакой воды не будет. И все, теперь если засор, все уходит в канализацию. Это возможно. В подвале воды нет. Вот. И мы посмотрели, что у нас там есть помещение, которое возможно сдавать в аренду. В связи с тем, что денег у ТСЖ не было, просто бросили клич, приходили к нам молодые, ну там возраста 30 до 40 лет предприниматели, вот просто человек приходит и говорит, я хочу начать бизнес, я боюсь. Органы власти мне не дают помещения дешевые, брать что-то дорогое мне как бы, ну страшно, вдруг не пойдет. И мы фактически поддержали друг друга, мы отдавали им помещения вот эти подвальные, фактически безвозмездно за их работу. Они меняли какие-то узлы там, инженерные коммуникации, приводили в порядок, вычищали там все. Дом большой, семь подъездов, подвал у нас 8 тысяч квадратных метров, то есть он большой. И конечно частью подвала занимались мы, где коммуникации идут, инженерные сети по полу, где они идут под потолком, помещение можно использовать для ведения каких-то там своего бизнеса. Мы отдавали вот таким предпринимателям. И год они обустраивались, ничего нам не платили, но приводили эти помещения в порядок. Через год уже началась арендная плата, то есть договоры аренды были составлены таким образом, что она небольшая, но она к нам поступает. Администрация ничего умнее не придумала. Они увидели, что чистый теперь подвал, пять лет был затоплен, а теперь чистый. Они через Видновский городской суд признали весь подвал безхозяйным имуществом, поставили в Росреестр сначала, как безхозяйное имущество на учет, никому не сказав об этом. А через год через Видновский суд оформили муниципальную собственность на все подвальное помещение. Сколько у вас муниципальных квартир? Было 12, сейчас одна осталась. А вот на тот момент, когда с администрацией пошло судебное разбирательство, у вас уже была форма ТСЖ, правильно? Конечно. Так у нас по всем документам подвал является общедалевым имуществом. Он никогда не был безхозяйным объектом. Это было сделано, никому не говоря втихую. И, честно говоря, рассчитывали, что мы промолчим, потому что давление было колоссальное на меня в частности. Мы не промолчали, пошли в суд. Полтора года судов. Естественно, имущество мы вернули свое. Просто реестр сопротивлялся, не хотел. Нам все это тоже оформляется. Ну, все нормально, все. Пришлось уволиться, заниматься вот этим вот делом. Ну, снова у меня с работы. Вот. Ну вот, кстати, да, то есть вы многого добились. Многие люди сейчас, видя вот эту вот лихорадку с управляющими компаниями, несовершенство в законодательной сфере, задумываются о том, чтобы создать ТСЖ, чтобы все было прозрачно. Но многих именно пугает, что придется оставить свое место работы и заниматься только самим домом. То есть многие люди просто не готовы к этому. Ну, сейчас на самом деле просто закладывается достаточно сложно и действительно сложно совмещать, но возможно. Ну, смотрите, допустим, на первом этапе я бы предложила, выбрав форму управления ТСЖ, не самостоятельно погружаться в обслуживание дома, потому что бывают маленькие дома. Для них ТСЖ это тоже хорошая форма управления. Но набрать в штат персонал это невозможно, потому что будет подплата, ну, плата за жилое помещение очень высокая. Поэтому можно форму управления ТСЖ выбрать, зарегистрировать товарища собственников недвижимости, взять в штат председателя и бухгалтера, это будет недорого стоить, тем более бухгалтера по совместительству на небольшие деньги, и нанять управляющую компанию. Но расчетный счет остается в товариществе. Управляющая компания в данном случае выполняет функции эксплуатирующей организации. То есть месяц отработали, претензий нет, председатель подписывает акт выполненных работ, с расчетного счета перечисляются деньги за работу. Претензии есть, акт подписывается с замечаниями. То есть управляющая компания в данной ситуации, не имея денег жителей на руках, она нормально работает. – Скажите, а какой у вас тариф сейчас? – 39 рублей с квадратного метра. Но платы за жилое помещение мы утверждаем исключительно на общем собрании собственников. Мы никак не ориентируемся на то, что утверждает Совет депутатов района. – Скажите, а вы как-то экономически обосновываете структуру тарифов? – Конечно. – Экономист у вас рассчитывает, как-то вот все эти показатели. Так, чтобы было понятно. Нам вот, допустим, сейчас, жителям непонятно экономическое обоснование структуры тарифов ЖКХ в УПК ЖКХ. То есть мы видим вот эти 42.06, мы видим саму структуру тарифов, но мы не понимаем вот этого экономического обоснования. – Я объясню. Так как я все-таки 4 года была, даже 5 лет депутатом Ленинского муниципального района и в тот период, когда мы утверждали эту плату за жилое помещение, она была утверждена, если не ошибаюсь, в 2014 году. Дальше просто вот мы своей комиссией обосновывали администрации и главе, что ее поднимать нельзя. Вот я вам могу сказать, что даже та плата была не совсем обоснована. Дело в том, что вот сейчас утвердили новый размер платы. Ну, просто мусор оттуда вынесли, да. Ну, могу сказать, что за такие деньги обслуживать качественно дом управляющих компаний не может. Более того, я это всегда говорила в администрации, да, что мы не совсем правильно, ну, вернее, она же дает нам данные для утверждения, не совсем правильно это все считается, потому что дома на сегодняшний день разные. Та методика расчета, которая была принята тогда еще, я не знаю, в начале 2000-х годов, она не подходит. То есть у нас написано в жилищном кодексе, что дома должны делиться по благоустроенности. Их тогда давно поделили дома с лифтами, дома с пожарной сигнализацией, системой дымоудаления. И там, ну, фактически поэтому плата разная. И вот эти критерии разделения, они малы на сегодняшний день, потому что есть большие новостройки, у которых, допустим, есть ИТП, это свой тепловой пункт. Есть земельные участки, которые тоже нужно обслуживать. Есть дома, у которых нет земли. Допустим, вся земля в муниципальной собственности. Естественно, у них плата должна быть разная. Допустим, вот приведу пример развилка. Есть девятиэтажка там, шестиподъездная, у которой нет земельного участка или есть земельный участок. Допустим, есть детская площадка, внутридворовые проезды. И есть шестнадцатиэтажный дом, одна подъездная, у которого нет земельного участка. Почему? Ну, везде есть система дымоудаления и лифты. Платят они за обслуживание одинаково, 4206. Но себестоимость обслуживания фактическая вот этой вот шестнадцатиэтажного дома, конечно, меньше, намного. Там не требуется дворник, у них нет земельного участка, все должно убираться за счет муниципальных бюджетных средств. Да, но ведь дворовое пространство и детские площадки у нас убирают дурсервис, то есть муниципалитет. За чьи деньги? По-моему, кто-нибудь... Мы тогда с Олегом Владимировичем еще в свое время это обсуждали. Почему утвержденный тариф должен быть? Дурсервис, как бы... Да, вот эта система стартовала. Вот эти 5 метров, 25 метров в моей группе... Это все оспаривает в судебном порядке, это все полнейшая ерунда, то, что здесь на местах в районе утвердили эти 5-25 метров. Есть земельный участок сформированный, под наквартирным домом. В развилке у нас очень умная администрация, которая абсолютно не думала о будущем, да, почему-то никто не думает о том, что будет в будущем. Они сформировали всем домам земельные участки по бордюрный камень, но при этом поставили на кадастр, собственники квартир в доме стали собственниками этих земельных участков. Соответственно, что должна была сделать управляющая компания? Сразу же снизить размер платы за жилое помещение, потому что раньше участки не были сформированы, и по фактическому землепользованию они убирались, управляющие компании за счет собственников квартир в доме. Это и детская площадка, и внутридворовые проезды. Потом участки сформировали, поставили на кадастр. Плата за жилое помещение снизилась? Нет. Но из бюджета дорсервис получает деньги. У нас тогда была там какая-то другая компания, гринхолдинг что ли, нанятая администрацией, и получается задвоение. Но на сегодняшний день получается, что и вы платите за обслуживание и уборку, и из бюджета деньги поступают. То есть вот этот вопрос до сих пор не урегулирован. Вроде бы у нас сейчас четкое разделение идет. Есть у нас сам дом, и к нему прилегающий участок. Это, как правило, зеленая зона и тротуар, бомбардюр. И потом идет дорога, и, соответственно, внутридворовое пространство, плюс спортивные детские площадки. И вот зона ответственности управляющей компании – это как раз вот эта вот прилегающая зеленая зона плюс тротуар. Кто вам про эту зону ответственности вот сказал? Давайте, если мы федеральное законодательство поднимаем и смотрим, да? Участок сформирован по бордюрный камень. Если он сформирован и стоит на кадастре, вы собственник этого участка. Правильно, вы платите управляющей компании, чтобы они по бордюрный камень все это убирали. Все остальное – муниципальная собственность. Вы не платите за содержание вашей детской площади. То есть вам нужно обратиться в Росреестр и посмотреть, сформированную часть? Вы можете на публичной кадастровой карте просто посмотреть, сформирован или нет. Если он не сформирован. Ну вот этот по бордюрный камень. Или зону не сформирован, с какой статьи вам должны этот кусок за ваши деньги убирать. Это муниципальная собственность. А какая у нас вообще практика? Анна Владимировна У К elek 25 у нас сформирована. Ну вообще по городу какая-то какая правда? Очень мало. Очень мало сформировано. Он потому что твой дом не сформирован. Это Woods ni. Нев 열 achteriação. Мы просто собственники самого дома А участок под домом, он типа ваша придомовая территория, которую застройщику дали, когда инвестиционные какие-то контракты подписывают? Но он, собственно, никогда у тебя стоит на кадастре, раз не зарегистрированы права, значит, он заполит. Нет, если стоит на кадастре, то вы, собственно, если по бордюрной камень, а вот как он стоит по вашей границе, не требуется регистрация права собственности, запись ВИГРП, не требуется. С самим домом получается. Нет, придомовая территория, когда застройщику дают строить, ему выделяют территорию с шестью элементами, ну я не знаю раньше сколько это было, да, и площадки, и парковки, и ТБО. Так я сейчас, еще не поменялась. Ну да, 3-6 статья жилищного кодекса, вам принадлежит земельный участок с элементами благоустройства и озеленения. Благоустройство обязательно, в принципе, по требованиям было детская площадка, парковочные места рассчитываются по нормам, площадка для мусора, хозяйственная площадка, это все уже строительные. Я это читала, конечно, да, но вот я говорю, как у нас практически происходит. У нас считается, что вот мы платим в управляющую компанию, и управляющая компания обслуживает сам дом, и вот этот вот только прилегающий участок. После этого, получается, у нас Дорсервис и муниципалитет. Они ссылаются на постановление нашего Ленинского района. Факт такой, который у нас есть. Оскорить в суде это элементарно, потому что есть федеральные нормы законодательства. А постановления вообще-то в районе должны быть написаны, ссылаясь на те нормы, а не эти 5-20 метров, это все ни о чем. Причем, если мы читаем, по-моему, это гражданский кодекс, где прописано, что мы несем ответственность, в принципе, за 5 метров от объекта недвижимости. Кто сказал, что объект недвижимости – это дом? Объект недвижимости – это граница вашего земельного участка. То есть вот закончился ваш земельный участок, вот еще 5 метров вы там несете за него ответственность. Это уже федеральная норма. А когда нам говорят 5 метров от дома, этого нигде не прописано. Вот закон читать-то надо правильно. Мы запутались, жители, на самом деле, в этих 5 метрах, 25, сейчас еще говорят о каких-то 3 метрах. И мы знаем, что наше постановление местное противоречит федеральному закону, но вот разобраться в этих дебрях тяжеловато было. Мы ходили к нему на прием все вместе, по-моему, тоже было. Мы ему говорили, что убирается придомовая территория, за счет тарифа заложена уборка, все там есть. Благоустройство на придомовой территории. Цветочки, кустики, заборчики. Он говорит, такого нет. Как нет? Это есть, это в законе есть. А то, что там трактуют какими-то местными, вот там 25-5, что же неправильно. Ну вот при еще Олеге Владимировиче, конечно, по поводу плата за жилое помещение, тоже, я считаю, это превышение все-таки полномочий, когда было вынесено на Совет депутатов. То есть вот есть плата за жилое помещение, было там 4206 максимальное, внутри было раскидано там, на что эти деньги, ну как бы идут. По идее Совет депутатов, да, статьи, чтобы эти статьи расходов нужно было поменять, нужно было вынести на Совет депутатов, потому что это их полномочия для МУПУК ЖКХ утверждает. Все это утвердил глава своим постановлением. Ну это немножко неправильно было сделано. Вообще плата за жилое помещение принимается на общем собрании, а если она не принята, тогда вот используется надо той, которая утверждена Советом депутатов. Но расчет, методика расчета настолько устаревшая и к нашему времени сейчас неприменима. Сейчас вообще поднимается вопрос о том, чтобы отдать эту прерогативу на региональный уровень, потому что там есть специалисты, которые для каждого дома будут рассчитывать свой размер платы. Ну о чем я говорила еще несколько лет назад. Ну пока это не заработало, да? Ну это пока, да, прорабатывает. Пока это проект только. Но это было бы правильно, действительно. Там целый комитет работает над этим. Скажите, а вот вообще какие вы изменения сделали в доме? Ну мы поняли, что вы осушили подвал, вас сдали его, получаете доп. средства. Вот что еще вам удалось? Вот интернет-провайдеры, реклама нас интересует. По поводу сдачи в аренду или вообще что для дома сделали? И для дома, и по поводу сдачи в аренду. Давайте вот в сдачу в аренду, допустим, фасадов, здания под рекламу не сдаются, да? Фасады мы не сдаем в аренду, мы предоставляем нашим арендаторам подвальных помещений бесплатно, чтобы они размещали там свои вывески. Потому что, ну им же нужно каким-то образом. Ну фактически считаем, что это входит, ну доп. услуга, они платят за аренду подвала и свои вывески размещают на фасаде. Отдельно, ну был у нас такой прецедент, мы отдельно сдавали фасад, но сейчас уже не сдаем, потому что у нас опять-таки администрация пришла, все поснимала. Сейчас люди опять с Пановой все согласовывают. Так, а с интернет-провайдерами как вообще дела обстоят? С интернет-провайдерами у нас два интернет-провайдера, и платят они нам, да, небольшую, но плату за пользование сетями. Ну сколько с квартир получается? Ну там совсем немного, я не буду разглашать суммы, да, но там совсем немного, ну меньше тысячи рублей в месяц, но и они предоставляют непосредственно товариществу бесплатный доступ. То есть один провайдер, и второй провайдер. А оборудование, интернет-оборудование запитано, у них счетчик отдельный, или как вообще вычитывается? У них нет, счетчиков все идет, но это вообще копейки на самом деле, а не той платой, которую они платят, это все перекрывают. Эти провайдеры были еще при управляющей компании, то есть новых у нас нет. И как мы с ними заключили договор, так и заключили. У нас просто еще есть одно ТСЖ, с которым мы тесно работаем, оно создано два года назад, там другие условия, там провайдеры платят в хорошую сумму. Ну это вот тоже мы заключали договор, один провайдер нам предоставил очень хорошие, ну тоже на большие суммы. Доступ нам надо было диспетчеризацию лифтов провести от этого дома к нашему, потому что мы фактически помогаем им в обслуживании. И для шлагбаумов тоже, то есть там несколько точек, ну в принципе, если бы мы платили, получалась бы приличная сумма, так нам это бесплатно предоставлено. А второй платит хорошие деньги. Что еще удалось? Отремонтировать, как удалось преобразовать дом? Он достаточно у вас большой, 6 подъездов, да? 7 подъездов, да, 13-этажный дом. Ну мы много чего сделали за этот период, мы, у нас проблема была с фасадной стеной, то есть мы полностью сделали ремонт, сняли всю штукатурку, утеплитель, все, то есть это один фасад, потому что он обрушался, и соответственно мы поднакопили денег, сделали эти ремонтные работы, ну фактически заменили полностью. Мы сделали полностью ремонты подъездов, поэтапно тоже сначала подъезды сами, а потом черные лестницы против пожарные. Мы убрали всю масляную краску, вот это был очень трудоемкий процесс, потому что по технике пожарной безопасности стены не должны быть горючими материалами окрашены, и снимать, не просто красить, как это делают, да, а снимать полностью наждачкой всю эту масляную краску и потом делать нормально, да, это было очень, это и дорого, затратно, и это труд колоссальный, то есть это пыль стоит, ну все это мы пережили, все сделали, то есть полностью у нас подъезды отремонтированы. Двери заменили, тоже входные, для того, чтобы было тепло на черных лестницах, которые прикасаются с квартирами, мы полностью заменили, у нас как бы из холов лифтов через балкон можно пройти на пожарную лестницу, то есть там четыре двери стояли, ну даже не деревянные, а я не знаю, какие-то филенчатые, то есть вообще никакие мы их заменили, да, теперь у нас там тепло. Как вам вообще удалось сделать дом более энергоэффективным, избежать теплопотерь? Ну по энергоэффективности у нас класс энергоэффективности нормальный, то есть D, как бы у нас он не энергоэффективный. Мы провели вот этот аудит, нам дали комментарии какие-то и заключение аудиторская компания как раз-таки, опять-таки вот за эти деньги, все-таки это не дешево стоит, и в этом заключении написали рекомендации, и мы действуя по их рекомендациям, вот заменили двери как раз-таки, чтобы были меньше теплопотери, мы заменили светильники все на диодные, у нас по электричеству достаточно значительная экономия. Можно вопрос вот как раз, у вас горит свет круглосуточно? У нас горит, но у нас сейчас диодные светильники, потому что изначально мы заменили на светильники, которые с датчиком движения, честно скажу, неэффективно, потому что все сгорело буквально за год, потому что у нас, ну это не к каждому дому относится, у нас постоянные скачки электроэнергии, но здесь как бы не от нас зависит. Ну то есть датчики здесь на самом деле ни при чем. Ни при чем, это хорошие, да, в Москве я знаю дома, где это работает. Да, я просто знаю тоже инженер, у меня вот военный, скажем так, не сослуживается, а сотрудник, и он очень рекомендовал установить светодиодные светильники с датчиками движения, он сказал, что это наиболее экономичная по расходу электроэнергии схема. Ну у нас не пошло, потому что, вот я говорю, эти скачки, и все сгорело вообще за год. Ну у нас вот только буквально позавчера сгорел этот бесперебойник питания, который идет к шлагбауму. То есть все встало, потому что был скачок ночью электроэнергии. И как МОСЭНЕРГОСБЫТУ с них эти деньги взять, ну вообще никак. Это происходит постоянно, у нас постоянно что-то из-за них сгорает, и у людей в квартирах тоже. Получается, сколько мы уже, ну я не знаю из-за чего. Нет, у нас раньше была проблема, что было от нашей трансформаторной подстанции, электроэнергия шла напряжением очень высоким, не 220, а 230 и больше. Потом они там гирлянды какие-то посадили на этот ТП, стало поменьше вроде. Ну как бы скачки постоянно. Могу советовать в счетовую поставить реле контроля напряжения, тогда у вас все было. Да, я вот тоже думаю, что надо что-то прокатывать. Потому что мы уже где можно бесперебойники поставили. Не-не-не, это не помогает. Как я говорю, реле контрольное напряжение, они сейчас достаточно недорогие, программируются, решение проблемы будет. Работает. У вас же сколько получается непосредственно? Две счетовые. Вот на две счетовые, по две секции в каждом. Раз, два, три, четыре. Все. Это лечится сейчас. Спасибо. Можно вопрос маленький? Я не поняла это немножко. Так у вас именно такое, как бы ленивое ТСЖ, что у вас договор с управляющей компанией? Нет, у нас нет. А, вы все исполнилось у себя не делаете? Ну, изначально первый год нас МОП у КЖКХ не отпускала, поэтому мы вынуждены были как бы с ними работать. Но мы их, видимо, замучили своими письмами, постоянными жалобами, что через год они нас отпустили, они отключили нам лифты. Они хотели создать все условия, чтобы жители вообще от ТСЖ отказались. А на тот момент кто был гендиректором МОП у КЖКХ? Лариса Анатольевна Гавшина. Лариса Анатольевна Гавшина. Лариса Анатольевна, да. Вот я к ней очень хорошо отношусь, но вот тогда так было. Ну, в итоге мы в судебном порядке забрали деньги свои на текущий капитальный ремонт, нам добровольно их не отдавали. Ну, и нас в итоге-то потом отпустили. Первые годы, до 2015 года мы наняли управляющую компанию, московскую. И до 2015 года мы были ТСЖ, которые, вот как я и говорила, был бухгалтер, был председатель, не было персонала в штате. У нас была управляющая компания на эксплуатацию, по договору эксплуатации. С 2015 года мы в штат набрали своих уже людей и вот сами обслуживали. То есть уборщицы, дворники у вас теперь в штате, да? Вы их все знаете, они обслуживают дома, жители их знают, да? Да, ну и договора, ну это изначально мы договора сами заключались со всеми ресурсниками. То есть у нас не было управляющей компании, которая бы за нас заключала. Вот, это было за нами, то есть председатель заключил, ну я заключила все договора, бухгалтер начисляет жителям. С управляющей компанией мы рассчитывались, ну вот как я и говорила, выполнили работу за месяц. Ну, также у нас есть компания, которая легкие обслуживает, то есть наняты организации. Сейчас расстались несколько подрядчиков. У вас появилась возможность нанять персонал только после того, как вы стали дополнительные доходы от аренды получать? Или в принципе, ну вот эта плата утвержденная позволяет иметь персонал? Позволяет, мы наняли свой персонал только тогда, когда набрались соответствующего опыта. Потому что я в сфере ЖКХ не работала никогда. Вот когда у меня появился уже опыт и силы, что мы можем, вот тогда мы только взяли персонал. Потому что любая, наверное, управляющая компания, она, у нас разные цели и задачи. У них задачи сделать поменьше и побольше заработать, у нас задачи по максимуму, чтобы все было, да, хорошо. Сэкономить. В доме, качественные услуги жилищные и коммунальные. И поменьше заплатить, естественно. Так многое, ну это многие ТСЖ, мы сами делаем. Об этом и говорят, что жители, собственники и управляющие компании всегда будут на разных сторонах. И управляющая компания, надо тоже понимать, это коммерческая организация. У них задача получить прибыль. У ТСЖ такой задачи нет. Не первоочередная, а не стальц. Понимать, сколько у вас получается ставок, потому что ты, получается, работаешь постоянно без выходных на зарплате. Главный бухгалтер. У нас много, у нас дом большой, мы можем себе позволить. У нас 11 единиц штатных, но дома, где маленькие, как бы там, естественно, будет меньше народу. Но мы много, честно, вот систем видеонаблюдения, шлагбаумы, ну что можем, мы обслужим сами за бесплатно. То я мужа попрошу, то кого-то из жителей, ну вот как-то так. Ну да, ведь многие жители сами, в общем-то, во многом разбираются. Я сегодня не поленилась, зашла на ваш сайт, вашего ТСЖ, и посмотрела, у вас в управляющих, во-первых, люди образованные, и практически все с техническим образованием. То есть там инженеры, то есть у вас такая сформировалась достаточно сильная команда. Как бы и управленцы, и бухгалтер, и технический персонал, и плюс еще люди, которые понимают в инженерных и технических коммуникациях. То есть, в принципе, все сложилось. Ну у нас у всех высшее техническое образование, и у бухгалтера, и у меня. Да, я заметила. Бухгалтерские, и у нее, и у меня дополнительные. Поэтому вам не составляет труда управлять домом. Ну да, если что, я не теплотехник, я инженер механики, техники пищевых производств. Но когда нужно разобраться, я умею читать техническую литературу, мы собираем консилиум, естественно, приходится вникать. Хотя, честно скажу, для решения технических задач у меня есть инженер, и есть сантехник, есть электропрофессионал. Но когда нужно вникнуть, если проблема есть, конечно, я разбираюсь, мы садимся вместе и решаем этот вопрос. Скажите, а если бывают такие какие-то ЧП, что-то прорвало экстренное, как справляетесь вообще, как быстро, как реагирование происходит? Быстро у нас диспетчерская служба круглосуточная. Но опять-таки, все-таки надо понимать, ну это к людям с годами пришло, что ТСЖ, ну и не ко всем вообще-то, что ТСЖ это все-таки товарищество. Здесь не нужно постоянно обвинять и требовать только с председателя что-то. Если нам нужна чья-то помощь, вот люди сейчас даже сами начали предлагать. У нас есть, ну, сантехник у нас работает 5 дней, круглосуточно, ну как круглосуточно, он просто находится в поселке и в течение 5 дней, днем он работает, ночь, если что-то случится, он может прийти помочь. Суббота, воскресенье, праздники, он уезжает, он живет далеко от поселка, как бы, ну, мы его не дергаем. Здесь тоже, смотря что случилось, но оперативно реагируем, может вот управляющая подбежать там помочь. Могу я, дернем дворников кого-то, кого-то из жителей, кто вот может, допустим, перекрыть стояк и там экстренно что-то, допустим, ну, труба прорвало, я вижу, что можно скотчем закрыть специальным сантехническим. Мы возьмем, закроем и дождемся там следующего дня, когда придет сантехник. Ну, вот за все эти годы оперативно как-то удавалось. Электрик тоже живет в нашем доме, поэтому, в принципе, да, он очень квалифицированный. Скажите, а как вы привели вообще жителей к такому пониманию, что нельзя требовать все с председателя, да, ТСЖ? Обычно как вот у нас жители, да, есть председатель, неважно, ТСЖ, не ТСЖ, с него все требуют. И его же все обвиняют во всех проблемах дома, недоработках, еще говорят, что он там зарабатывает себе на карман и еще что-то имеет. И вообще распиливает вместе с управляющей, или с ТСЖ, или вообще как-нибудь деньги. Как вам удалось вообще, вот у вас достаточно большой дом, привести людей к пониманию того, что вы именно коллектив, и вы все вместе, и вы все заодно. Потому что достаточно это сложно организовать собственников вот в этом понимании, что мы все вместе, мы действуем все заодно. Ну, у нас тоже есть такие люди, которые ничего не понимают, слушать ничего не хотят, они просто против. В основном это люди, которые не живут в доме. Те, кто живут в доме, они как-то, во-первых, люди видят, что делается. Мы всегда рядом, мы на улице можем встретиться, они могут задать вопрос, они всегда могут мне позвонить, я им все объясню. Вот в прошлом году попросили сделать WhatsApp, да, страничку. Кто захотел, тот туда вступил. И, естественно, я выкладываю туда информацию. Это стало еще лучше, еще больше люди стали понимать, что здесь, что здесь делается, насколько тяжелая работа. И, конечно, когда, ну, что-то нужно, я могу обратиться, и всегда найдутся, кто поможет в той или иной ситуации. Сейчас появились люди, которые уже покупали квартиру, вот сейчас. Знаешь, что здесь ТСЖ, так как есть информационные ресурсы. Кто-то звонил мне, когда покупал квартиру и спрашивал какую-то информацию, я объясняла. Кто-то в интернете посмотрел. То есть они уже понимали, что вступали в ТСЖ уже целенаправленно. И понимали, что они хозяева этого дома и вместе с нами должны управлять. То есть такие активные. Вот это вот просто прекрасно. Прямо целенаправленно. Именно в нашем доме покупали квартиры. Скажите, а вот люди сдают, допустим, квартиры, да, собственники сдают на длительный срок. Вы вышли на всех собственников? У вас есть все данные там? Потому что мы, допустим... Собственники у нас все, да. Данные есть на все квартиры. Те, которые сдают квартирные заредакторы... Именно телефон, чтобы вы могли позвонить, если какая-то нестандартная ситуация, да? Конечно, у нас же диспетчерская служба, там все телефоны, мы всегда собственника можем найти. Можно еще какие-то запросы? Я просто не совсем еще успела все это законодательство прочитать. ТСЖ точно так же подвергается проверкам ГЖИ и так далее, да? Ведь эти все регламенты про подготовку к день-другому сезону, все рецензионные требования, все надо выполнять, да? Я почему говорю, что совмещать сложно? Потому что раньше такого не было. Сейчас администрация, ну не знаю, не считает своим долгом, что ли, нормально вести какие-то там... Ну, они пишут ответ, допустим, министерства на их запросы. Они просто скидывают нам формы, заполняйте. Формы, вернее, одни и те же данные в разных формах можно заполнять в течение года, там, по 10, по 20 раз. Раньше такого не было. Вот это изменилось с приходом Кузнецова, по-моему, замглавы, да, по ЖКХ. И вот это вот идет. Раньше такого не было ни при Гаевске, ни при Брагине, Черемных потом был, но не было. То есть сотрудники администрации делали свою работу. Если им нужно было что-то, они не скидывают форму, которую им прислали сверху, они просто запрашивают у тебя информацию, ты ее предоставляешь один раз. Она у них есть, и дальше они уже делают свои отчеты. Сейчас это невозможно. Я же не могу нанять специально специалистов. То есть я вынуждена за них работать, плюс еще появились системы информационные, областная, потом ГИС и ЖКХ, это федеральная. Которые заполняют также необходимо. Да, и АИС ГЖИ. То есть эти формы, за них штрафы, мы обязаны их заполнять. Нам рекомендуют нанять специалиста. Я же понимаю, наняв специалиста, я должна увеличить фонд оплаты труда, все это ляжет на плечи жителей. Чтобы этого не делать, я это заполняю сама. Это очень сложно. Тут уже никакого времени не хватит где-то еще работать. А вы пробовали обращаться в администрацию и задавать им вопрос, что почему такие изменения произошли, что при предыдущих, допустим, управленцах не было вот такого, а сейчас обязывают именно вас. Может быть, потому что Хромушин стал министром, и они слишком много требуются администрации, тоже вот этих отчетных форм, потому что именно министерство. Да, но вы говорите, что раньше администрация просто запрашивала у вас эти данные, а теперь просто вам сбрасывают формы, заполняете сами, как хотите. Раньше, видимо, они тоже делали отчет, но не в таком объеме, когда Жданов был министром, то есть совсем немножечко другое было взаимодействие, а сейчас это что-то такое неимоверное. Ну, у них такая вот политика, так они считают нужным работать. Так, скажите, а юрист у вас тоже присутствует, да? У нас нет юриста. То есть все договора, все это я сама, если у нас судебные процессы какие-то я сама, какие-то мы нанимаем разом. Честно говоря, я вот затрудняюсь. То есть я, допустим, не юрист, я бы побоялась бы, допустим, сама как-то там договора все эти. Ну, это все с опытом приходит. Я вообще, ну как, у меня опыт работы 10 лет до ТСЖ, я работала в кадровой службе управления персоналом. То есть я умею работать с документами. Поэтому кадровое дело производства, естественно, я веду сама, это без вопросов. Ну, а все остальное, ну, как бы вычитать договор, это, наверное, не очень сложно. А судебные процессы, которые, допустим, по взысканию задолженности один раз сходишь, и все поймешь, да? И все поймешь. Да, кстати, как у вас по поводу коммунальных услуг дела обстоят, потому что многие управляющие компании испытывают финансовые трудности, с тем, что много не платят. Да, хороший вопрос. Собираемость 99%. Браво! А как вы, когда достигли, как это было? Да, какой-то чудо-дом. Общение с людьми. То есть индивидуально, вот в момент, когда вы создавали ТСЖ, сколько у вас было в миквотельщиках, и как вы... Ну, когда мы создавали, собираемость была низкая, процентов 70. Но потом мы дошли до 99, и сейчас, ну, просто общение с каждым лично. 70% это хорошо еще. Да, мне кажется, мы пока что ха тоже так же собираем. А какие-то проблемы при заключении договоров с ресурсов, поставляющими организациями, каких-то там социальных преград, барьеров каких-то? Изначально, ну, было непросто, но как бы мы заключили договора с ресурсниками на их условиях. Потом, конечно, мы уже выдвигали свои условия. Вот мы два года назад заключали договора по другому ТСЖ, вот про который я говорю, создали товарищество у нас в этом доме, там тоже очень толковый председатель. Но с ресурсно-набжающей организацией по теплу, воде и водоотведению проблем не было, потому что, в принципе, мы уже работаем, а с МОСЭНЕРГОСБЫТ там бы мы не могли заключить год договора. Почему год? Потому что МОСЭНЕРГОСБЫТ как бы на своих условиях требовал заключения договора. Нет, подожди, а как вы не могли заключить с ними договор, если вы за услугу уже оплачиваете, а у вас же есть уже акт технологического присоединения, стоят приборы учёта. А у смены же управляющей организации форма управления, то есть там была УМУ, пока ЖКХ, стало ТСЖ. Ну, они же денежки на счёт получают. Раньше получили. Значит, они согласны с той формой, с которой у вас есть? У нас встал... Нет, ну договор-то надо было перезаключить. Ну, а и проблема была с перезаключением договора? С перезаключением в том, что, ну и видно, кстати, многие дома системы сейчас у МОСЭНЕРГОСБЫТа, они заключают с ТСЖ договор на весь дом. То есть фактически стоят... То есть весь дом, но ТСЖ должно платить за весь дом. Потом МОСЭНЕРГОСБЫТ собирает с приборов учёта жителей их показания, делает какую-то корректировку, и получается весь остаток кидает на общедомовые нужды, которая, ну, фактически оплачивает всё с начала товарищества. Мы на это не согласны были. Мы хотели, чтобы у нас был договор так, как вот смог указать. То есть вы, да, выступили с инициативой по изменению посредством договора, и втянулись долгие переговоры. Да, мы год вот это всё стояли на своём упорно, потому что мы хотели оплачивать только общедомовые нужды. Зачем мы будем за жителей платить? И тем более, я уверена на 100%, что МОСЭНЕРГОСБЫТ будет всё непререден. Правильно перерассчитывать. Потому что для них прерогатива, приоритет имеют показания жителей. А жители у нас подают эти показания. Сегодня передам, завтра не передам, потом вообще забуду. И, соответственно, зачем это нужно? Ну, в результате нам пошли навстречу, потому что были угрозы отключить дом, на что я говорила, вы не имеете права. Вы не имеете права. Они не имеют права отключить дом, хотя они нам этим угрожали. И писали даже. В результате, как бы, вот это вот... Ну, я просто уже привыкла, после 10-го года, когда мы с администрацией, давление было вообще колоссальное. И даже, честно скажу, в кабинете у следователя, в Следственном комитете, когда прокуренный кабинет, и вот эти лампы светят, и там на тебя давят. Всё это мы проходили. И после этого, честно, вот всё вот это вот, что сейчас, всё ерунда. И смысл энергозбыта мы просто, ну, переждали, на давление не поддались, и подписали хороший договор. Да, у вас сильный характер, Антон. То есть вы договор не подписывали, платили, платили, и в процессе договора это всё... Так мы платили, платили, по факту, как считаем нужным, а они нам потом это всё вернули. Но пришлось им договор подписать, потому что договора нет, они не могут брать эти деньги. А деньги поступают на расчётный счёт, да? Да, ресурсы они нам всё равно поставляют, дома нельзя отключать. Ну, то есть это у вас получился конфликт, когда меняли форму собственности исключительно. То есть когда вы начали платить за общедомовые нужды, а вам говорят, ребята, платите-ка вы за всех, а потом с ним всё. А потом мы вам посчитаем, да, что-нибудь вернули. Всё, а вы так и продолжали платить за общедомовые нужды, а всё остальное вы любезно требуете непосредственно жителей. С теплосетью, ну вот, с ПТОГХ проблем не было. А у вас собственный ИТП? Нет, у нас нет ИТП, у нас ЦТП. Скажите, Наталья, а вообще планы на будущее какие? Что ещё хочется сделать? Какие планы по изменению в доме, видеонаблюдение? Я так понимаю, вы сделали шлагбаум, сделали подвалы, осушили, наладили, значит, набрали персонал свой, экономите. Вы говорите, у вас сколько сейчас вот сэкономенных денег на доме? Сейчас уже нет, потому что мы в прошлом году, летом, сделали такое глобальное благоустройство территории. Придомовой, да? Да, дополнительные машинные места. Мы в 2012 году уже оформили окончательно себе земельный участок, чтобы, ну, у нас администрация в 2014 году начала у всех землю-то забирать, вот, и мы ещё в 2012-м перестраховались и оформили как положено, потому что у нас застройщик в своё время сформировал земельный участок под два дома, наши соседние. А у нас по жилищному кодексу всё-таки земельный участок должен быть под каждый. И у нас 1,6 гектаров, то есть у нас две детские площадки, спортивная площадка, машинные места, внутридворовой проезд весь вокруг дома. Да, 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 я вот тоже хотела сказать, до 39. Вы побалжите, до 39. Нет, так аренда же помещена. Сейчас вот мы все деньги накоплены. И могу заметить, что половина развилки приходит гулять и играть к ним на площадку. То есть, если в хорошую погоду приехать, вот идёшь по развилке, детворы нет. Подходишь к ихнему дому, вся детвора вот в этом самом. Потому что там интересно. Нет, просто мы говорим о содержании. Мы поняли, что благоустройство это было с накопленных денег сделано, а мы говорим о содержании. То есть, это же нужно чистить, да, эту площадку, ремонтировать. У нас шлаком, поэтому нам нужна охрана. То есть, охрана, мы провели на общем собрании, приняли решение, что 30% за услуги охранного предприятия оплачивают собственники. Это доп. услуга, это не в плате жилого помещения. А 70% вот с получаемых денег от аренды. Ну, видеонаблюдение. Ну, то есть, у нас смета, вот про смету спрашивали, сейчас мы как раз утверждаем. Там чётко прописано наш доход и наши расходы. И в этих расходах фигурируют такие строки, как компенсация собственникам квартиры в доме за обслуживание системы видеонаблюдения, за обслуживание шлагбаумов. То есть, фактически, это всё должно было лечь в плат за жилое помещение, но мы заработанных от хозяйственной деятельности денег всё это людям компенсируем. То есть, мы систему... Ну, у нас 11 лет, в 2010 году мы поставили систему видеонаблюдения, в 2013 шлагбаумы, всё уже надо менять, надо ремонтировать, надо приводить в порядок, они уже все изжили. Поэтому у нас на будущее планы грандиозные. Ещё главный вопрос упускаем, потому что мы всё говорим, управляющая компания, ТСЖ туда-сюда. Принципиальная, как говорится, разница в чём? В организации управляющих компаний, которые требуют дополнительных финансовых средств, где-то какие-то офисы, то есть, 5-10-й, больших капиталовложений. И, допустим, ТСЖ, конкретно с чего вы начинали, какими средствами, и какие средства нужны изначально, чтобы, допустим, отказаться от услуг управляющих компаний и создать непосредственно своё ТСЖ. Какой-то финансовый запас, да, нужно? У нас денег изначально, конечно, не было. Ну, что там, в конце товара, мы же дома все работаем. У нас нет как-то такового офиса. Ну, он есть сейчас оборудован, мы там правление, заседание правления собираем, и всё. А так мы работаем дома, и бухгалтер, и я. Удобно тем, что, когда жителям нужно встретиться, мы можем с ними 8, 9 часов встретиться, и выходные, когда им удобно, когда им нужно. Паспортист нас тоже свой, мы в МФЦ ничего не отдали. Я только хотела сказать. То же самое, встречаться с жителями, когда им удобно. И сама ходит два раза в неделю в паспортный стол, решает все вопросы, там, с регистрацией вообще. И мы в МФЦ ничего не отдали. Потому что этот бардак, который там творится, нам этого не нужно. У нас порядок, мы всё видим. Люди, если у них вопросы по начислениям, всегда мы готовы встретиться и объяснить. То есть, никаких серьёзных капиталов вложений для того, чтобы организовать ТСЖ и не работать? Для начала нет, но потом нужно. Во-первых, надо, чтобы люди понимали, чтобы они ежемесячно платили, а не так, как. Ну, бывает, найдутся люди, которые будут сидеть и ждать, когда вот всё это закончится, перипетии с ТСЖ и управляющей компанией, да. Когда они поймут, что да, вот теперь у меня вот ТСЖ, я должна им платить там. Они будут сидеть и не будут платить никому. Ну, бывает такое, когда депутатцы приходят. Вот, здесь идёт вот этот провал финансовый, конечно. Потому что если люди сразу же начинают платить на счёт товарищества, то деньги есть, потому что с ресурсниками надо расплачиваться. Задолженности здесь неприемлемые. Хотя, кроме МОСЭнергосбыта, пение никто не вычисляет. Но всё равно, мы никогда ресурсоснабжающим организациям не были должны. С подрядными организациями договориться на первом этапе можно. Что вот как наберутся деньги, мы вам перечислим. Ну, это обслуживание лифтов, системы дымоудаления. И на первом этапе у нас была управляющая компания на эксплуатацию. А в каком банке у вас ещё вот открыт? Сейчас ВТБ. ВТБ? Да. Удобность не имеет? Да. Аташа, капитальные ремонты были уже за это время? Да. Что ремонтировали? Лифты. Лифты. Меняли? Нет, нет. У нас уже не меняли. Регионального оператора было? Нет, у нас свой спецсчёт. А, без смысла? Ну, мы очень быстро, как бы, я просто знала всю эту систему заранее. Поэтому я провела собрание, как положено. И мы всё сделали правильно, людям объяснили, мы отрыли спецсчёт. Деньги там копятся, мы проводим собрание, как положено, опять-таки, и делаем ремонт. Ну, где-то там тросы поменяли, двигатель сгорел у лифта. То есть вот такие вот работы. Но перечень работ тот, который утверждён... У вас структура тарифов отчисляется на содержание лифтов. Вот у вас вот структура тарифов, сколько вот по статье содержание лифтов? Ну, честно скажу, когда мы, могу, я сейчас не вспомню, сколько мы, 8 рублей, по-моему. Ну, да, и техническое, аварийно-техническое, обслуживание, освидетельствование лифтов и страхование. Если считать вот так месячную оплату, то где-то 90 тысяч мы платим за техническое, аварийно-техническое обслуживание в месяц, 84 тысячи за РПГОД, за освидетельствование. И, по-моему, сейчас 3500, по-моему, вообще страхование было совсем небольшое. Ну, вот из этого складывается уже там тариф. Ну, когда мы уходили от МУП у КЖКХ, он фактически получился в разы ниже, чем брали они с нас. Почему, не знаю. Ну, у нас сейчас 11 тысячам. А сколько площадь получилась? 11 рублей. 21 тысяч. 21 тысячу площадь дома? Да. Наташа, ну вот про спецсчет разговор зашел. Я вот знаю, что некоторые управляющие компании занимаются такими небольшими махинациями, кладу свои деньги, которые им перечисляют в банк, получают какой-то процент. У нас спецсчет открыт, на спецсчет деньги оттуда они неприкасаемые брать не можем. Ежемесячно я езжу, пишу заявление, нам начисляют процент на снижаемый остаток. Но он и остается там же, то есть он плюсуется к тому, что платят жители. Вот эти деньги неприкасаемые. Что касается вообще денег на расчетном счете, ну, это вот если открыть наш сайт, там отчеты, там все видно. Летом мы проводим различные работы. Деньги нужны зимой. Ну, вот осенью, весной, вот так, когда отопительного периода нет, то, в принципе, мы можем себе позволить там миллион, полтора миллиона положить на депозит на месяц. Все проценты, они остаются также на счете, и мы их показываем как доход учредителей. А учредители – это все собственники квартир в доме. То есть в наших отчетах это все видно. То есть все доходы, они видны. Скажите, а вот вы говорите, что вам приходится часто проводить собрания с собственниками. У вас, какая вам наиболее удобная форма проведения собрания? Очно-заочная, заочная? У вас дом большой достаточно. Как вы это организовали? Вообще всегда было удобно заочная. Когда ее отменили, ну, мы перешли, там была система, что сначала очная часть, она как бы не состоялась, потому что никто не приходит, потом заочная часть. Потом сделали очно-заочную. Мы стали проводить вот именно по этой форме. Но на очную часть, конечно, вечером приходишь, тратишь свое время, придет 2-3 человека, задаст свои вопросы, и все. У нас нет такой вот толпы. Вот когда мы с мусором решали вопрос, на общее собрание пришли 2-3 человека. Я его запустила дальше как заочную часть. Посыпались вопросы. Пришлось просто встречаться по одному вопросу, по поводу регионального оператора с этим мусором. Пришло меня там, ну, человек, наверное, 40. Просто поговорить вот вообще по этому вопросу и обсудить. Вот мы и обсудили. А так, такое большое собрание было только в 7-м году, когда мы начинали. То есть раньше всех собственников, и вас в том числе, устраивала заочная форма. Ну, мне перейдем. Всем было удобно. А сейчас вы опять хотите перейти, да? Потому что когда проходит заочное собрание, вот заочная часть, где в основном-то люди голосуют, если у них есть вопросы, они звонят, и я всегда объясняю. Вот многие хотят тоже заочную форму, потому что все заняты. У всех работа, дети, семья, и не каждый собственник может посетить. Ну, у всех есть WhatsApp, у всех есть чат, да? И если что, все могут там обсудить все вопросы. Ну, в конце концов, если не могут, они всегда могут проголосовать так, как считают нужным. Поэтому возникают вопросы. Ну, заочная она была самая удобная. А еще такой момент. В связи с чем была отменена форма заочная? Это в течение вот этих 11 лет, я не помню, может, 5, может, 6 лет назад. Ее отменили, но сейчас ее опять вводят. Потому что она удобная, и просто люди не имеют возможности тратить столько времени на все эти собрания, а достаточно много вопросов нужно именно проводить голосование собственников. Ну, так, а вы будете каким образом к заочной форме возвращаться? Опять же, проголосуйте просто, да? За то, что у вас принято голосовать заочную. А зачем? Это если это введут норму как в жилищный кодекс, то мы просто будем проводить в этой форме все. Но ее же пока еще не ввели. То есть пока мы не имеем возможности, да? Нет, пока мы очень заочную проводим. Встречаемся как-то вечером, обсуждаем. Приходит несколько человек, ну, приходят. Вот, и дальше сразу же в этот же вечер запускаем заочную часть. А собственники уполномочили вас все, как бы, да? Ну, изначально, да? Ну, когда создал ПСЖ. Ну, у вас по Уставу я действую. По Уставу, да. Конечно, я же выбрана. На два года меня переизбирают. Долго регистрировано на Устав? Мы, да. Поэтому ПСЖ, да. Вот к другому ПСЖ быстро, с первого раза. А в чем разница принципиально? Потому что мы регистрировались в седьмом году. Нам налоговое просто без объяснений причин все заворачивало. То есть это был первый опыт, как раз, когда изменение в жилищном кодекс. И мы у нас не очень хотели. И вы были со мной первые, да? Сейчас уже много. И не хотели, и никто не знал, наверное, как это делается. Как всегда. Ну, с налоговой у нас были, опять-таки, проблемы. Вот, когда проблема с подважными был сильный, очень включен административный ресурс. Давление было из всех инстанций. Госабтехнадзор и налоговая. Все надавили. Ну, вот два года все суды прошли, и сейчас все нормально. Мы даже с администрацией, со всеми нормально контактиками. Наталья, я правильно понимаю, что вот у вас подвалы сданы в аренду, но вот та часть, где коммуникация, она у вас как-то закрыта, да? Соответственно, доступа туда нет. У нас дом построен таким образом, что у нас как бы мокрая часть, ну, пополам, то есть вдоль получается, мокрая часть, где все коммуникации, именно сантехнические, они в одной части, в другой части немного коммуникации над потолком и электрика, короба. Ну, то есть мокрая часть не может с электрикой быть вместе, все кабели идут под потолком. Это в другой части. И вот там, где все под потолком, да, мы сдаем в аренду. Не все, частично, где есть доступ свободный. Ну, а вот эти вот коммуникации, мокрая часть, на закрытых, да, и, в общем-то, доступа нет. Там входы со двора, да, а там, где мы сдаем, входы с улицы. Потому что вот многие, собственно, сдают вопрос, а как удается, да, сдавать подвалы, если, в принципе, туда, как бы, там коммуникации и доступ к посторонним не должен быть? У нас, не, ну, коммуникации под потолком, они зашиты в короб, есть доступ, допустим, в том же магазине. Ключи от помещения хранятся у нас, в том числе, в случае аварии. Мы всегда можем, поставив арендатора в известность, вскрыть его помещение и предотвратить аварию. А какие коммуникации под потолком? Есть и канализация. Просто все убрали в короба, просто в короба и есть ключи от помещения в любой момент. То есть вы никакие выходы не переделали, ничего, дополнительные стены не прорубали? Нет, у нас все было. Ну и вот спасибо тоже арендаторам, когда случается авария, в основном засор и канализации, они первыми приходят на помощь, начинают все убирать и начинают нам звонить. Приходит сантехник. Если бы в подвале никого не было, все бы это затопило, и потом пришлось бы, ну была бы сырость, пришлось бы все это убирать сложнее, чем оперативно все это делать. Ну что ж, хочется только пожелать вам удачи и хочется перенять ваш опыт, хотя бы чуть-чуть нам попробовать, чтобы у нас получилось то, что получилось у вас. Ну если нужно, в помощь обращайтесь. Спасибо огромное. Думаю, что этот репортаж будет очень многим интересен, и люди будут размышлять, смогут ли они это осилить или нет. Спасибо большое. Думаю, мы еще, когда у людей появится больше вопросов, или они начнут что-нибудь предпринимать и действовать, мы обратимся еще раз к вам. Ну да, пожалуйста. Спасибо, Наталья. Спасибо всем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok